Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы на канале Серж Грант. Меня зовут Сергей. Сегодня хочу сделать видео и думаю, что многим охотникам оно будет полезно. Смысл такой, как стрельнуться с охотничьего ружья одной дробиной. Что для этого нужно? Как зарядиться? Как отстреляться? Вот сегодня хочу сделать видео, показать, что это такое и как зарядить, чтобы стрельнуть одной дробиной. Иногда такое бывает. На охоте, в любую жизнь просто, нужно стрельнуть одной дробиной, чтобы сильно слышно не было. Кому понравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень обширный контент. Хочу рассказать вам, как стрелять одной дробиной из охотничьего ружья. Именно одной дробиной. Что нам для этого понадобится? Капсуля. Живело или еврокапсуль. Ну, я предпочитаю все-таки живело. Почему живело? Вы сейчас это увидите. Почему живело? Евро тоже можно использовать. Немножко побольше диаметр. Сейчас будем использовать живело. Живело. Замазка. Или оконная. Или пластилин. Гильза. Барклайн. Сама дробь. Который мы будем заряжать наши патроны. Почему живело? Потому что оно, скажем так, пустотелое. Чтобы оно не было совсем пустотелым. Вот что мы делаем. Живело можно использовать и без пороха. Ну, и так будет эффективно. Но лучше все-таки добавим сюда вот немножко насыпем пороха. Чуть-чуть там. Несколько крупинок. Чтобы выстрел был у нас посильнее. Что у кого есть? Вот у меня есть и пластилин. Можно и замазку использовать. Самое простое. Я имею ввиду. Вот так. Залепим теперь. Я пластилин использую. Вот что у нас с вами получилось. Можно примерно так же использовать и капсуль евро. Он чуть больше диаметра у нас. Ну, как раз вот у нас получилось как евро. И та же сила. Этого живело будет примерно евро, то чуть посильнее. А он как раз вот закрытый евро. Живело. Хорошая капсуль. Уходит в небытие. Мало стали применять уже. Основно перешли все на евро. Вот я использую пластилин. Можно замазку. Вон у кого что есть. Самое проще, наверное, все-таки пластилин будет использовать. Вот что у нас с вами получается. Сейчас мы замазкой попробуем. Оконный тоже можно. Желательно, желательно. Все-таки уже вело насыпать пороха еще. Для любого какой. Ну, вот у меня я сокол использую в основном. Чтобы выстрел у нас был помощней. Вот так. Замазкой можно. Но лучше все-таки я смотрю пластилин. Ну, и так. Чтобы не ломали голову, что есть. Можно замазкой, можно пластилином. Ну, с другим я не пробовал. Ну, это вот. Вот так мы готовим корсулечек. Даже замазка мажется. Сейчас мы поделаем несколько штук. Делаем пластилин. Делаем пластилин. Вот так мы готовим. Ну, как скажем, дешевле, во-первых. Во-вторых, если при большом желании, можно даже отстрелять, проверить, даже в комнате, даже в комнате можно это продемонстрировать. Будет запах, конечно, пороха, не совсем это хорошо, но можно даже в комнате это сделать, если комната у вас длинная, метров хотя бы шесть, встать к одной стене, стрельнуть в другую стену, даже не выезжая на стрельбище, где там на природу. Ну, я думаю, достаточно я наделал. Достаточно у нас, сколько? Семьи штук? Хватит. Ну, пластилин, замазка нам уже не нужна. Я думаю, хорошо видно, все равно сверху меня слышно. Использовать. Убрали мы. Больше нам они не понадобятся. Дальше, что нам нужно сделать? Использовать можем любую дробь, какая у вас найдется. Можно даже вот так, смотрите, даже так, но это нет вероятности, что она у вас будет держаться. Лучше всего использовать дробь 4.0. Она 5-миллиметровая, 5 миллиметров. Живело у нас 5,6 миллиметров в диаметр. Можем использовать так. Просто так. Вот. Оп. Удавили. И она будет у нас вот таким образом держаться. Но лучше все-таки это дело приклеить. Ну, на долгое хранение, скажем. Ну, вот чуть капнем. Оба она уже много. Приклеится чуть-чуть. К нам этого клея чуть-чуть. Прямо саму капельку. Ну, дробь, еще говорю, самая удобная, это 4.0. Использовать 4.0 дробь. Ни больше, ни меньше. Ну, какая есть. Какая у вас будет. Можно и восьмерку, и семерку. Вот. У меня, я хочу показать, что вот эта троечка. Дробь. Это 2.0. Ну, в общем, самое оптимальное будет 4.0. Вот троечка. Ой. Или 0, это у меня. Именно на клее. Ну, видите, поменьше. Вот она. 4.0. Ну, любую дробь-то можно использовать. Не больше, чем 4.0. Не больше. Тройку я сделаю. Ну, это для показа. Для показа. Вот троечка у меня. Ну, лучше использовать 4.0. Можно не использовать клей. Но с клеем ваш снаряд будет намного эффективней. Намного эффективней. Держаться эта дробинка никуда не улетит. Без вашего ведома. Если будете использовать неживело, значит, нету, закончилась евро, еврокапсуль, то там не нужно будет использовать пластилин или замазку. Там сразу использовать надо будет клей. Момент такой, чуть капнули и приклеили дробиночку. Ну, вот наши подсохли. Использую такое приспособление. Барклай называется. Можно как-то по-разному, что подсохли. Подсохло, что... Вставляем и запрессовываем. Очень быстро, эффективно. Держится великолепно. Дробиночка у нас будет. Ну, даже скажем так, вот от троечка, даже вот троечка. Ну, можно использовать любую дробинку до четырёх нулей. Ну, лучше использовать четыре нуля. Да, ну, пробивная способность не очень большая. Ну, да, ну... Скажем так, лучше будет, чем в бюджетной воздушке. Это видео, конечно, для охотников. Как стрельнуть одной дробиной. Вот видите, что-то получилось. Есть более эффективный способ, конечно, проверки. И более эффективной стрельбы одной дробины. Но это будет в следующем видео. Не всё сразу. В следующем видео как-нибудь я покажу более эффективный способ. Вот хочу показать ещё, что у нас получается в разрезе. Гильзу разрезал. Как видно, как он сидит там у нас дробинка. Очень даже удобно. Сидит очень красиво. Находится в гнезде. Держится. Сейчас сделаем отстрел в гараже, как он у меня. Гараж у меня 10 метров. Импровизирована мишенька. Гараж недостроенный. Недоделанный. Ну, а вот стрелять можно будет сейчас здесь. Сделаем сейчас отстрел в гараже. Не так слышно будет. Всё равно звук как из малокалиберной винтовки. С мелкашкой в прошлом народе. Будет не совсем приятно. Ну, вот, слышали? Примерно так вот. Пойдем посмотрим, что у нас. Ну, белки в глаз, конечно, будет тяжело попасть. С охотничьего ружья. Смотрите, какой разброс. Большой. Ну, стрельнем еще разочек давайте. Большой разброс. Ну, вот что получилось. Вот что получилось у нас. Ну, если долго пристреливаться, можно пристреляться к ружью. Может, какие-то специальные планки поставить, чтобы стрелять пулей. Или я, может, косой. Ну, вот. Видите? Да, ну, сейчас пробитие посмотрим. Какое у нас тут пробитие. Ну, пробитие. Ну, нормально, я считаю. Посмотрите. Я вот стрелял тут. Вот даже тут есть попадание такое. Вошла полностью в древесину. Дробь. отлетает. Что, от древесины зависит? Ну, довольно-таки нормальный. Ну, я говорю, ну, в общем, пристреляться можно. О, гаража. Сейчас, гаража. Здесь нет. На две машины. Недостроено, по-моему. А как можно? Попробовать пристреляться. Ну, даст 20 стрельнуть. Пристреляет. Все же будете и белки завтра попадать. Самое хорошо, что просто и шума нету. Можно даже в комнате попробовать. Ну, это запад пороха будет. Всем пока. Понравилось видео? Ставьте лайк. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok